Заслуживаю за внимание рассмотрение такого небольшого раздела. Как раздел «История», я думаю, что вы обратили на него внимание, есть ли желание высказаться по тем мыслям, которые есть в этом разделе. У нас как бы вот в чём состоит анализ? Анализ состоит в том, чтобы не просто сказать, что там, что, что сказать, а что ценное, в чём ценность, в чём важность того, что говорится. Вот в этом маленьком, на небольшом разделе «История». Мы тут много имеем. Вот он, разделчик, начинается с «Истории» до производства сознания. Какие тут есть мысли? Ну вот я хочу обратить ваше внимание на самый первый абзац, где говорится, что в чём состоит, что мы должны, прежде всего, констатировать первую предпосылку всякого человеческого существования, а следовательно и всякой истории, какая предпосылка, что люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии делать историю. И Маркс делает пометку на полях. Гегель – геологический, гидрографический и так далее условия. Человеческие тела, потребность, труд. Вот мы знаем с вами, что Гегель, в принципе, идеалист, да? Но вот этот великий Гегель, он как раз такими вещами занимается, которыми впору заниматься бы как раз материалистом, да? Геологические, гидрографические и так далее условия, человеческие тела, потребность, труд. Так вот, продолжая эту линию, которая наметилась уже у Гегеля, хотя она противоречила в целом его установкам, его философии, и который продолжил Фейербах. Но Фейербах ее продолжил только созерцательным образом, а у Маркса как раз и Энгельс идет речь о том, что вот все это надо воспроизводить. Человек должен производить самого себя, человеческое общество, свои отношения, собственно, творить свою историю. Кто творит историю? Творит историю человек, причем творит он ее, начиная с самых основ. А самая основа человеческого существования – это производство того, что необходимо для жизни. А что необходимо для жизни? Для жизни необходимо, прежде всего, пища и питье, жилище, одежда и еще кое-что. Итак, первый исторический акт – это производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей, производство самой материальной жизни. То есть производство истории в основе своей имеет производство материальной жизни. Есть производство материальной жизни. Можно творить, заниматься наукой, искусством. Значит, можно развивать все сферы общественного сознания, они могут двигаться. Если первой предпосылки – это и нет, производство, собственно, самой жизни, то тогда эта человеческая жизнь, ну, вот она не имеет всех тех духовных проявлений, которые рождаются на этой основе. И эту тему подчеркивает Маркс Энгельс, при том, что это такое историческое дело, такое основное условие всякой истории, которое ныне так же, как и тысячи лет тому назад, должно выполняться ежедневно и ежечасно, уже для одного того, чтобы люди могли жить. Ну, вот для того, чтобы вообще говорить об истории, нужно вот это выполнять. Ну, как у нас с выполнением этого дела? Недавно мне в газете, в российской газете, попался материал на первой полосе, посвященный тому, как у нас там с зарплатой, с доходами и в соотношении с тем, сколько нужно средств для жизни, для того, чтобы человек может просто существовать. У нас есть такой вот показатель, это минимум средств, необходимый для того, чтобы существовать. Как он называется? Прожиточный минимум. Прожиточный минимум. Ну, вот в данные, которые дает наше соответствующее министерство и статистики, данные такие. Если в прошлом году в России было 16 миллионов человек, которые живут с доходами меньше, чем необходимо для поддержания жизни, то есть меньше минимального уровня жизни, было 16 миллионов человек, сейчас 19 миллионов человек. То есть, если прожиточный минимум у нас не распространяется на 19 миллионов человек, какой мы должны быть сделать вывод? Какой мы можем сделать вывод, здравствуйте, кроме одного, что вот эти 19 миллионов человек, они общественными условиями своего существования приговорены к смерти. Причем не в таком плане, что раз и сразу кто-то исполняет этот приговор. Ухудшается здоровье, ухудшается питание, ухудшаются условия, если кому-то не хватает одежды, кто-то простудился, пошли в аптеку. Аптека теперь наравне, как вы знаете, с соответствующими учреждениями для получения максимальных доходов, вот, и так человек только идет, 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 и мы видим, что вот эта проблема смертности у нас никак не решается. Почему? Потому что это вот первая проблема истории, это вот это дело. Сказать, что у нас бедная страна, ну, не можем мы, во-первых, потому что она настолько богата ресурсами, что как-то даже неприлично говорить, что Россия бедная страна. Во-вторых, она не бедна и талантами, и техникой, потому что мы запускаем в космос корабли, и на Международную космическую станцию летают наши корабли, и возят туда американцев. Так что мы не можем сказать. И даже на ракетах «Атлас» стоят наши двигатели ракетные. Причем, несмотря на попытки сенатора Маккейна, так сказать, как-то от них избавиться в условиях санкций, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки всячески, так сказать, препятствует этому, потому что, говорит, иначе мы не обеспечим вывод сгруппировок, так сказать, спутников на орбиту. Поэтому мы никак не можем считать нашу страну бедной. Но мы знаем другое, что вот по мере развития производительности труда у нас сейчас заработные платы, доходы, стипендии, пенсии не растут. А что думаете с прибылями? Они тоже не растут? Как вы думаете? Ну вот растут. Вот у нас производительность труда в прошлом году не сильно выросла на 0,7%. Но выросла. Это что значит? Что если зафиксировать доходы, причем доходы зафиксировать не в номинальном выражении, в номинальном выражении вы получаете стипендию 1480. А если вы будете брать ее в средство существования, к которым внимание наше обращает Маркс Энгельс, вы смотрите не на бумажки, а на то, что вы будете иметь в этой продуктовой корзине. А в этой продуктовой корзине вы с каждым годом, с каждым шагом все имеете еще меньше и меньше и меньше. Существует такое понятие индексации. Индексация, то есть приведение доходов к тому размеру, который был прежде. Ну скажем, год назад. Что вот в декабре каждого следующего года вывести на тот уровень, который был. Это индексация. Ну вот у нас 12% инфляции за 2015 год. Значит, я думаю, все понимают, что если 12% инфляции, если вы нарисуете график, сколько отъедает инфляция, поскольку этот график будет треугольником таким, то это значит 6% доходов всех съедено. Съедено. И, скажем, индексация должна быть по меньшей мере. Для того, чтобы вывести, скажем, ту же стипендию на уровень годовой давности, для этого надо повысить ее на 6%, как минимум. Но это, так сказать, только ближайшее рассмотрение это показывает. А если у нас производительность всегда выросла, значит, богатство общества выросло. А одна часть общества получит индексацию и сохранит тот объем богатства, который у него был. Значит, если в целом богатство общества возрастает, а у одной части общества, у тех, кто занимается материально-производительным трудом и имеет вот эти доходы, связанные с заработной платой, стипендией, пенсиями и так далее, у нее не возрастает. Значит, весь рост производительности труда, все результаты технического прогресса, научно-технического прогресса, то, о чем много говорят и пишут, что у нас гигантский разворот, что у нас вообще нововведение, экономика знаний, умная экономика. И, проще, она такая умная, что вот те люди, которые создают материальное благо, так вот с ними и остаются, в лучшем случае, если индексацию обеспечат. Хотя, я вот что-то не слышал, чтобы индексировали стипендию. Нет такого. Даже никто. А вот высказывание такого рода, что не надо стипендию платить, например, я Дворковича слышал, который вице-премьер, или Голодец говорил, а что вы молодые, здоровые, идите работайте. И это, во-первых, это неверно по существу, но если молодые, так что им нужно, заболеть, что ли, чтобы они получали, это будет уже другой бюллетень, а не стипендии. Это во-первых. А во-вторых, у нас же есть разные формы обучения. Есть дневное, есть вечернее, есть заочное. Но если дневное – это форма, которая предполагает освобождение, нам нужны специалисты, общество, государство, которые специально в течение пяти лет или четырех лет сейчас готовятся для того, чтобы соответствующий вклад внести в развитие той отрасли, по которой они готовятся. То есть, если она не нужна, то вот если так, ее, наверное, закрывать надо. Она нужна. А что касается тех людей, которые и работают, и учатся, это раньше называлось вечерним отделением. А зачем тогда его закрывать? Значит, закрыли вечернее отделение, такой, а вы идите работать. Так значит, это дневное превратить в вечернее. Или магистратура. Она же и у нас и идет с пяти часов. Вот я преподаю у конфликтологов магистратуры на втором курсе. Вот их приходит пять человек. И во-первых, мало, а во-вторых, они учатся там вечером всегда. А почему вечером? Да потому что уже шестой год, сколько можно. Ни родителей не могут столько содержать, ни сами люди, так сказать, не могут рассчитывать на то, что кто-то их будет содержать. И в итоге они работают. Ну и получили вы вечернее отделение под названием магистратура. А где вечернее? А давайте еще и дневное уберем. Превратим его в вечернее тоже. Только вы работаете, будете днем ходить. А где вы вечером найдете работу, собственно говоря? А вечером труднее найти работу, чем... Или какая-то ночная работа, что ли? И что это будет за учеба? Ну вот, к сожалению, вот это вот такие идеи и сейчас, они распространены в обществе. Но что мы получаем в итоге? Вот если мы рассматриваем даже такую практику, некоторые люди считают, что даже вот если добиться обязательной индексации, там, внести соответствующие законы, десять раз повторить, что она обязательная, то это проблема решится. Это не решает проблему, потому что все достижения технического прогресса, они достаются другой части общества. Неравенство возрастает. Если неравенство возрастает, то это... Все это влияет на нашу историю, в том числе на историю России. В России децильный коэффициент, это коэффициент, который равен сумме доходов, который получает 10% самых богатых, сумме доходов, который получает 10% самых бедных, равен 32. Причем по официальной статистике 16, но все специалисты говорят 32. То есть, если 32, а в Соединенных Штатах Америки 9, а в Европе 5-7, а в скандинавских странах Европы 3-5, то чего же мы удивляемся тогда, что у нас вот такие ненормальные процессы наблюдаются, связанные прежде всего с этим неравенством. То есть, вот эти мысли о том, что вот ход истории зависит от того, как производится и как распределяется, конечно, потому что это входит в процесс производства, как производится и как распределяется материальное благо, он, конечно, непосредственно влияет на весь ход истории, безусловно. Вот это очень важно, и это вот подчеркивается. Это такое историческое дело, такое основное условие всякой истории, которое ныне так же, как тысячи лет, тысячи, не тысячу, а тысячи лет тому назад должно выполняться ежедневно, ежечасно, уже для одного того, чтобы люди могли жить. Вот еще один момент, второй, вторая мысль. Вот в разделе «История» сама удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретенные орудия удовлетворения ведут к новым потребностям, и это порождение новых потребностей является первым историческим актом. Вот если вы исследуете наше общественное сознание, в общественном сознании такая предпосылка присутствует, что взаимодействие производства и потребностей определяющим является что? Вот люди думают, что потребности являются определяющими. На самом деле потребности – предпосылка. Ясно, что какая-то есть предпосылка, что вот есть потребности, которые надо удовлетворять. Но были потребности, например, в том, чтобы в первобытном общенном офисе кушать ля-ля-кебаб. Нет. А смотреть телевизор, а пользоваться планшетом. То есть вот дальнейшее развитие производства, то, что предлагает производство, оно исходит из первичных потребностей, но форма и способ удовлетворения этих потребностей постоянно меняются, и потребности развиваются. И это относится не только к потребностям таким, как питание, или как к некоторым духовным потребностям, о которых я уже говорил, к информации, к получению знаний, но и это относится и к таким сферам, которые принадлежат к сфере искусства. Скажем, известно, что слушание музыки рождает потребность слушать музыку. И наоборот. Если человек не слушает музыку, у него такая потребность, не то чтобы совсем нет, она не развивается, она в неразвитом виде остается. У всех есть какая-то потребность что-то слушать. Но потребность слушать классическую музыку, она предполагает и знакомство с этой музыкой, и регулярное посещение соответствующих концертов, и внимание к тому, какие события происходят в музыкальном мире и так далее. То есть сама удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретенные орудия удовлетворения ведут к новым потребностям, и это порождение новых потребностей является первым историческим актом. Нынешние средства производства позволяют производить все новые и новые продукты, а эти новые и новые продукты рождают соответствующие потребности уже в этих продуктах. Скажем, зеркальце, которое вам должно показать, яли на свете, всех милее, всех румянее и белее, такая потребность и раньше была, чтобы такое зеркальце было. А то, что это зеркальце сначала в виде КВН-49 у нас появилось, вот с таким экранчиком, и еще, вы, наверное, уже не помните, скорее всего, нет, что у нас еще были такие, куда воду наливаешь, увеличительные стекла квадратные, для того, чтобы смотреть этот экранчик через увеличительное стекло. А сейчас мы имеем там те же самые телевизоры, которые считаются кинотеатрами, мы имеем компьютеры самых разных видов, и вот эта потребность, или там появляются новые телефоны, появляется потребность на эти телефоны, на эти потребности, которые сейчас у вас на столах, их раньше не было, потребности в этих. В телефонах была, в связи, в связи, в обмене информацией, передачи информации, потребность была, но конкретный вид и форма удовлетворения потребностей определяется производством. И тем самым производство толкает потребности, и потребности развиваются сами. То есть потребности человека, это не некое, нечто мертвое, а это то, что развивается под воздействием производства. Будучи материалистами в смысле производства материальных благ, Маркс и Энгельс с материалистами остаются и в вопросе самопорождения человечества, и в вопросе создания других людей, что производство непосредственной жизни не сводится к созданию только материальных благ, но и к производству людей непосредственно. Вот третий пункт такой. Третье отношение с самого начала включающиеся в ход исторического развития заключается в том, что люди, ежедневно заново производящие свою собственную жизнь, свою собственную жизнь, начинают производить других людей, размножаться. Это отношение между мужем и женой, родителями и детьми, семья. Это семья, которая вначале была единственным социальным отношением впоследствии, когда умножившиеся потребности порождают новые общественные отношения, а размножившиеся населения новые потребности становятся, исключая Германию, подчиненным отношением и должна туда рассматриваться и изучаться согласно существующим эмпирическим данным. что констатирует для своего времени уже, для своего времени Маркс Энгельс, что если вообще производство взятое как производство непосредственной жизни включает в себя производство людей и производство материальных благ, то вот в этом воздействии на ход истории производство непосредственной жизни со временем начинает играть меньшую роль. Оно не прекращает никогда влиять на ход истории, но меньшую роль. Это мы видим даже вот если мы возьмем такую проблему, как передача власти в феодальном обществе, как она идет? По династической линии, по родству. И вот, казалось бы, сейчас вот наступило бружжуазное общество, у нас есть, конечно, короли в той же Бельгии, где случились теракты, там есть король, которого никто не знает, и я не знаю, кто-нибудь может вам вспомнить, как его зовут, и я тоже не знаю, и как-то особенного интереса нет. И мы знаем, что в Англии тоже есть такой институт короля или королевы, который представляет собой такой хороший музей древности. Никакой роли политической, конечно, никакая королева не играет, и король, потому что им все пишут, от их имени все говорят, и главой, фактическим главой государства является премьер-министр. Вы знаете, наверное, точно так же, как в той же Германии есть президент, но этот президент никакой роли не играет, а все решает канцлер Меркель. Хотя она глава правительства, это по-разному устроено. Но во всяком случае, во все феодальные времена вопросы власти, передачи власти решались чисто, кровно, родственным путем. Хотя тут были такие ограничения, тут было не до любви, а нужно было, так сказать, найти, какую пару составить для того, чтобы государство, так сказать, могло дальше существовать. И это был раздел дипломатии, как говорится, за кого выйти замуж и на ком жениться, для того, чтобы обеспечить развитие страны при феодализме. Вот, казалось бы, это исчезло. Ну, или существует в виде радиментов. Но возьмите вы, например, теперь империю Абрамовича. Ну, как там будет передаваться собственность? По родству. Причем в Западной Европе как-то это вот немножко поджали вот это обстоятельство, а именно налог на наследство там до 90% доходит. То есть, в общем-то, известно уже буржуазии просвещенной, что дети совсем не обязательно будут организаторами производства, могучими создателями крупных производственных коллективов, которые, так сказать, или комплексов. А скорее всего размотают эту самую собственность родителей. Поэтому государство, ну, если вы, так сказать, заплатили этот налог, пожалуйста, продолжайте. А если вы его не заплатили, 90% на наследство. Ну, это по существу переходит в государство, а 10% вполне достаточно, если речь идет о миллиардерах. Правильно? Для того, чтобы удовлетворить самые изысканные потребности и вспомнить своих родителей. Хорошо. У нас же в России сейчас налог на наследство равен нулю. И как передается, скажем, вот есть, например, Лисин, у него 17 миллионов долларов. Ну, и как это богатство? К кому перейдет? К тем, кто что сделал? Ничего не сделал. К тем, кто является его там сыном или дочерью или жене. Потому что есть наследники в первую очередь это супруг, супруга и дети. Вот по такой линии будет передаваться это самое наследство. И то, что, казалось бы, вроде исчезла эта семейственная линия или как в области государства преследовалась раньше семейственность, что родственники не должны быть в таком положении, что один другому подчиняется на государственные службы. Когда это касается частных корпораций, причем гигантских корпораций, которые охватывают целые отрасли почти целиком, там, пожалуйста, это не только существует, но это процветает. И это вот мы не можем никак игнорировать. И хотя вот некоторые имеющие такую карьеру капиталисты чувствуют, что их дети не будут этим заниматься и не способны этим заниматься, этим бизнесом, тем не менее они же не передают ничего государству. Это будет передано этим самым своим отпрыском, и эти отпрыски будут дальше вершить. то есть, вот это обстоятельство, что материализм нельзя сводить просто к производству материальных благ, а надо принимать во внимание производство людей обязательно, как общий процесс производства материальной жизни и людей и средств для жизни. Вот надо и то, и другое. И вообще можно сказать, что речь идет, если об истории, то это вопросы о продолжении человеческого рода, а не просто о том, что вот мы сейчас историю напишем, а эта история закончится, если не будут производиться, воспроизводиться новые поколения людей. Так что это вот очень серьезный исторический вопрос и вопрос культуры. Вот дальше Марк Тенлис подчеркнет. Итак, производство жизни как собственной посредством труда, так и чужой и посредством рождения появляется сразу в качестве двоякого отношения. С одной стороны в качестве естественного, а с другой в качестве общественного отношения. Общественного в том смысле, что имеется в виду сотрудничество многих индивидов безразлично при каких условиях, каким образом и для какой цели. Отсюда следует, что определенный способ производства или определенная промышленная ступень всегда связаны с определенным способом совместной деятельности, с определенной общественной ступенью. Самый этот способ совместной деятельности есть производительная сила в кавычках. Производительная сила не в том смысле, что она буквально производительная сила, к которым относятся средства производства и люди, работники. А производительная сила в том, что она увеличивает производительную силу общественного труда. Производительная сила, что совокупность доступных людям производительных сил обусловливает общественное состояние, и что, следовательно, историю человечества всегда необходимо изучать и разрабатывать в связи с историей промышленности и обмена. Ну вот отсюда и возникают такие вопросы, которые нам должны быть интересны как культурологам, правильно? Что такое культуролог? Человек, который изучает развитие культуры, правильно? Культуролог – это не искусствовед, это человек, который философ, который наблюдает движение культуры и выясняет законы движения культуры, этапы развития культуры выделяет и так далее. Как он может понять развитие культуры без того, чтобы не касаться и не рассматривать воздействие производства на эту самую культуру? Никак он этого не может, поэтому для этого он должен увидеть, какие произошли события в общественном производстве, как меняется способ производства, как он развивается или как он деградирует, и как это влияет на культуру. С одной стороны, мы с вами хорошо знаем, что культура и искусство имеют некоторую независимость, известную от материального производства, в том смысле, что нельзя так считать, что когда много выделяется средств на культуру, то будут писать хорошие картины, а когда мало будут выделять, будут писать плохие картины. Такой зависимости нет. Мы прекрасно знаем, что, скажем, художники-передвижники, они не тогда тут какие-то хорошие творения создали, когда было так все, у них благополучность с жизнью. Правда? Но то, что, конечно, масштабы развития культуры, вовлечение новых поколений в это дело, конечно, зависит от того, какие средства используются для освобождения от материально-производительного труда. Но для того, чтобы были люди духовного труда, надо, чтобы люди материально-производительного труда производили благо не только для себя, но и для тех людей, которые заняты духовным трудом. Если таких людей будет мало, то, соответственно, и результат. Или как сейчас. Вот мы видим, что экономические наши успехи невелики, и вот почему-то вдруг, можно это объяснить, что вот лучше иметь 4 года образования, чем 5. Никак этого не докажете, потому что, при тем более, само понятие специалист означает, что для того, чтобы подготовить специалиста в какой-то области, нужно, а именно 5 лет, 4 года ему дают возможность впитать в себя предыдущую культуру в этой области, и он должен сам, творче, хотя бы год поработать над своим дипломом под научным руководством. Потом его, когда он уже к этому готов, решили, давайте прекратим этот процесс. Вот 4 года, бакалавр, будьте, выходи. В чем тут дело? Что тут? Как это можно объяснить с точки зрения развития? Никак это с точки зрения развития не объяснишь. Это шаг назад. Причем он связан с тем, что зато экономия будет. Соответственно, экономия на преподавателях. Преподаватель, сколько нужно сократить, если мы бы не 5 лет учить, а 4? Почитайте. 20%. И вот мы наблюдаем такие любопытные явления в нашем сейчас, в системе образования. Посмотрите. Скажем, были 3 экономических вуза в Санкт-Петербурге. Финансово-экономический институт. Инженерно-экономический институт. Который на Кузнечном. И Маратов. И второе здание на Прилукской улице, там в районе Лиговки. Институт экономики и сервиса, которого метро Ломоносовское. Вот их соединили вместе. Вы что думаете, коллектив появился? Единый. Ну, кто поедет там для встречи с студентами, поедут на встречу куда? На Ломоносовское поедут от Сневского, или от этого самого Банковского мостика туда? Нет, конечно. Преподаватели будут общаться? Нет, конечно. Есть какой-нибудь закон экономический преимуществ крупного учебного заведения? Нет такого закона. Потому что учебные заведения, они складываются вокруг научных школ и преподавательских школ. А от того, что вы там что-то соедините или разъедините, это ничего не даст. Поэтому итогом этих всех слияний явилось только одно. Сокращение числа преподавателей. Потому что вот соединяют три вуза. Слушайте, а зачем три кафедры философии-то? Ну, зачем в одном вузе? Вот скажите, зачем три кафедры философии? Не надо. Одну. Или. Ну, ладно бы соединяли хоть бы однородные вузы. Вот есть Политехнический университет Петра Великого. Он находится на Политехнической улице. А есть Торговый экономический университет. Который находится на Новороссийской улице, но близко от Политехнической улицы. Ну, все понимают, что торговля и экономика и политехническая – это разные вообще понятия. Одно техникой занимается, а другое занимается экономикой. И ее конкретная часть – ее торговли. Соединили Торговый экономический университет и Политехнический Петра Великого. Под общей шапкой Петра Великого. Дескать, Петр Великой этой шапкой можно закрыть все, что хочешь. Причем с названием правильное слово «государственное». Да, государственное – нет. Теперь это автономное образовательное учреждение. Автономное. А что значит автономное? Ну, вроде бы как оно само все решает. Еще оно решает. Мы сейчас видим, что делают некоторые автономные. Они увеличивают зарплаты ректоров в колоссальной степени. Нету никакого удерживания в этом отношении. А дальше средняя может оставаться при этом все той же самой. А зарплаты преподавателя не увеличиваются. И так далее. Вот у меня коллега заведовал кафедрой философии и социальных коммуникаций Торгового экономического университета. Вот теперь он профессор кафедры философии и прав. Валерий Александрович, у меня тут лекция, я перерыв перезвоню. Вот. Право и истории он теперь профессор. Ну, как-то надо было куда-то пристроить, а пристроили пока. А кого-то они пристроили, а кого-то убрали и так далее. Когда нету средств, нету, короче говоря, хлеба, масла и из картошки на тех, кто должен заниматься образованием или обучаться, тогда маленькие стипендии, тогда маленькие зарплаты, и просто нету соответствующих преподавателей. Вот, например, за два года у нас ушло с кафедры два человека, два профессора уже нет. И вот я знаю, единственный вуз, в котором конкурс проводится ежегодно, это вот Санкт-Петербургский государственный университет ежегодно. Вот, скажем, я сейчас работаю профессором кафедры социальной философии и философии истории до первого сентября этого года. Но я уже про кафедры прошел на следующий год. А еще будет ученый совет факультета, потом университета в апреле. Ну, поскольку все проходят, все уже, мы все проходим. Уже никто на эти ученые советы не ходит, никто не следит за движением бумаг, как это все делается. Но вот когда я пройду, я думаю, что я пройду в мае, то я буду уже работать тогда до первого сентября 2017 года. И так вот мы все превратились в одночасье во временщиков. Чем отличаются во временщики? Они не затевают каких-то серьезных работ, больших. Потому что, наверное, книжку, чтобы написать, ну, нужно, ну, три, ну, пять лет. Вот у нас общий порядок, пятилетний конкурс. За пять лет можно написать книгу. За год невозможно написать книгу. Поэтому у нас начинается теперь проверки по статьям. А статьи такие, которые вот в западных журналах. К чему это сводится? К тому, что вот мы, надо платить деньги, и у вас там запечатывают на английском языке где-нибудь за деньги. Вот и все. Все это, так сказать, сводится к вот такой вот ерунде. Так что, к сожалению, вот эти вот вопросы, которые касаются вопросов влияния, они, конечно, влияние производства материальных благ на ход всякого развития духовного. Понятно, что вот театрам надо помогать. Театры, например, не могут существовать только за счет билетов. Правильно? Продажи билетов. Вы же знаете, что для этого средств не хватает. Ну а как? Государство, если они не будут деньги выделяться, они не будут помогать. А театры будут закрываться. Или они и так уже пытаются все показать, что можно уже. Ну ладно, показывали обнаженных женщин. Так еще мужчин надо теперь показывать там в театре. И уже это показывают. И уже тоже никто на это не привлекается. Какие-то еще меры еще можно принять. Это все, так сказать, связано с тем, что соответствующих средств не выделяется. Как выполняется у нас решение в отношении того, сколько выделить на науку. Вот вы можете, я, чтобы не ссылаться сам на себя, хотя я тоже в этой сфере нахожусь в науке, и, так сказать, в этом смысле не последний человек. У меня там опубликовано 317 работ. Там и 15 с лишним монографий. Жереса Алферова книжечку можете взять, она называется «Власть без мозгов». Где он говорит, что вот запланировано, сколько процентов должно быть на науку. Не выполняется ничего. Ну, раз не выполняется науку, это же не просто бумага, как вот для нас с вами. А, скажем, для физиков это, между прочим, там синхрозатроны, другие дорогостоящие предприятия, без которых вообще развитие физики невозможно. И все эти нормы не выполняются. Ну, вы понимаете, что такое развитие культуры, там, музеи взяли, там. Чтобы музей существовал, надо там, чтобы были люди, которые занимаются тем, чем должен заниматься музей. А музей должен заниматься, а, сохранять историко-культурное наследие, б, изучать историко-культурное наследие, и, в, пропагандировать историко-культурное наследие. Для этого нужны люди, которые там сидят, этим занимаются. В музее не просто люди, которые не разбираются в этом. Ну, этому требованию отвечает вот наш Эрмитаж, да, у нас есть кафедра музеологии и так далее, здесь. Ну, если эти средства будут ауторизаться, значит, будет, так сказать, ухудшаться. А, сохранение будет ухудшаться, и будет ухудшаться изучение, и пропаганда историко-культурного наследия. Можно ведь держать в запускниках и не выставлять, потому что нет сил, так сказать, оттуда забирать и выставлять, и подготовить, и так далее. В то же время мы видим грандиозные вот проекты, вроде того, как реконструкция нашего русского музея. Уже вот отреконструировали наш летний сад. Какой результате конструкции? Я думаю, что результат один, что откаты получили большие. Потому что все люди, которые, значит, вот оценивают то, что там сделали с летним садом, это оценивают как варварство. Потому что вместо летнего сада какие-то там деревянные решетки наделали, которых нету даже в самом захудалом саду. И такого никогда не было. Какая же это реставрация? Или, так сказать, миллиарды надо заплатить за то, чтобы просто вместо подлинных копий, подлинных статуй поставить копию. Ну, поставили и поставили. Это вопрос передвинуть, переставить. И здесь, похоже, что такое выделенные деньги на реставрацию? Деньги на реставрацию или деньги на преобразование там русского музея, это кому-то зарплата. И кому-то это средство заработка. И начинается этот процесс. Сначала собирались даже закрывать русские музеи, потом под давлением общественности уже решили не закрывать и масштабы эти, так сказать, сузить, за которых собирались это сделать. То есть здесь, конечно, и контроль за этим нужен. Вот вы знаете последняя новость нашу, что наш дорогой замминистра культуры один, пока еще не в тюрьму сел, а в СИЗО, поскольку он и соответствующий начальник департамента, выделенный для реставрации культурно-исторических ценностей во Пскове, Псковской области, ну их направили по другому руслу, расставали по карманам. То есть попытки, скажем, этот процесс, процесс развития культуры, процесс развития искусства, процесс развития науки, процесс развития образования, рассмотреть в отрыве от производства материального, они не могут быть плодотворными, ничего не объясним, ничего не поймем. То есть при всей независимости, понятно, она есть известной независимости, относительной независимости, потому что всегда люди будут творить, в каких бы они условиях ни жили, какие бы средства ни выделялись, кто-то будет что-то творить, кто-то что-то делать, но там масштабы, результаты внедрения, охват населения соответствующими формами культурного воздействия на него и так далее, он, конечно, будет зависеть прежде всего от этой вот составляющей. Хотя можно и более общие взять философские соображения, что для того, чтобы что-то изучить, нужно что изучить? Изучить этот объект сам по себе, затем изучить влияние на этот объект всего остального, в том числе производство, правда? И потом влияние этого объекта на другие сферы жизни, как если это касается каких-то учреждений культуры. Вот, в любом случае, всестороннее рассмотрение, изучение никогда не сводится к тому, что вот я хочу вас учить, и изучаю вот только вас самих по себе, вне связи со всем тем, что, так сказать, способствует вашему развитию, и вне связи с тем, на что вы влияете. Как могу я понять вот вас, если не рассмотрю, как вы изменяете вот это вот, в том числе и материальное производство? В том числе и материальное производство. Поэтому, скажем, представители высокой культуры всегда стремились не только вот на некоторых элитных площадках выступать, но и делали поездки, скажем, как оркестр имени оркестра Плетнева, российско-национальные традиционные поездки по Волге, по городам Волги летом. Вот, и наши другие мастера признанные, они делают турне по разным городам, чтобы вот высокая культура, она не сосредоточилась только в некоторых точках, а другие были бы ею обделены. Тот самый народ, который, как известно, создает музыку, а композитор ее оранжирует потом. Так, ну вот это вот очень важные такие положения. Вот. Ну, я бы хотел, конечно, и вас очень об этом прошу, чтобы вы, готовясь к занятиям, были в состоянии находить вот эти мудрые мысли и эти мудрые мысли анализировать. Вот. Потому что, к сожалению, пока у нас получается, что из этих находящих в этой роли чаще я выступаю, я от нее не отказываюсь, конечно, но было бы интереснее и полезнее, если бы вы сами это делали. Ну, вот еще один момент. Здесь мысль о том, что язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Это вопрос об его возникновении языка. И это нас заставляет обратиться вообще к понятию человека. Или к понятию... Или к определению человека. Как бы вы определили человека? Кто может ответить на этот вопрос? Ну, не ответить на этот вопрос просто нельзя уже... При такой постановке, да? Как вы определяете человека? Кто хочет? Пожалуйста, как бы вы определили? В школе у нас учили, что человек – это биосоциальное существо. Так. Это в школе вас учили. Но вы сейчас же не в школе. Вы не будете оставаться вечно в школе. Вы сейчас в ВУЗе. Потом на третьем курсе. Через год закончится ваше обучение в ВУЗе. И как вы это хотите объяснить? Только тем, что меня учили в школе. Что-то, какие-то продвижения есть? Я хочу подвергнуть сомнению это определение, которое вы дали. Широко распространено, но я потому, что с ним тоже встречаюсь. Но если вы вот сказали биосоциальное, вы же понимаете, что кроме чисто биологических явлений, человеку свойственно и то, что характерно для химии. Химические процессы идут в организме. Почему бы не назвать тогда химика биосоциальное существо? Потом, я думаю, вы знаете, что энцефалограмму мозга снимает. Значит, получится физико-био-социальное существо. Потом вот я вот вижу, вы там рукой что-то делаете. Это какое действие? Механическое. Давайте так вот, скажем, я задаю вам вопрос, а он мне говорит, человек это механико-химико-физико-био-социальное существо. Хотя, на самом деле, для человека, который учится уже в УЗИ, занимается, он, наверное, понимает, что такое включение более высокий организм в более низких форм движения. Правда? Ну, скажем, матрешку мы понимаем, если я говорю, что это матрешка. То есть, я сказал матрешка, то мне надо перечислять там, что там есть все. Не надо. Точно так же, как ясное дело, что если это социальная форма движения, материя, то она включает в себя и другие биологические формы, да, биологическую, раз, включает в себя, конечно, и химическую, и физическую, и механическую форму движения тоже. Поэтому это как бы, ну, не сказать, что очень грубая ошибка, только вот можно ли общее или то, что включает все, соединять с союзом мыли. Вот вы не скажете так, яблоки, нет, фрукты и яблоки. Не скажете. Вы скажете, а как вы скажете, фрукты и... Нет. Яблоки и другие фрукты, да? И другие фрукты. А вот яблоки и фрукты сказать нехорошо. Или клубника и другие ягоды. Нормально. А клубника и ягоды? Хотя, если вы не к школе обратитесь, а вы обратитесь вот к литературе, вы увидите там такого рода социальные и экономические отношения. А что экономические? Вот здесь вот вся эта книга посвящена тому, чтобы доказать, что экономические отношения самые важные из всех основные. Но основные-то не значит, что это все исчерпывает. Основные – это основа. На этой основе все строится. Но если вы их выкидываете из социальных и пишете экономические и социальные отношения, что у вас остается? По тому, как нас учили в школе еще, есть базис и настройка, и политическая, и идеологическая, тогда кроме экономических остаются политические отношения, и идеологические, и все. Какие социальные тогда остаются? То есть все вопросы производства и распределения, все трудовые отношения, все выпадают, и все производственные отношения. То есть это вот широко распространенная ошибка. Возвращаемся к тому. Кто еще раз? Вторая попытка. Человек это как определяется? Субъект общественно-экономических отношений, ну это правильное высказывание, тут с вами не поспоришь. Но можем мы определить общественно-экономические отношения, не определив человека? То есть для того, чтобы определить, вот общество, вы знаете, ну экономические отношения, я могу прицепиться и к этому, конечно, но вот раз вы сказали, субъект социально-экономических, да? А социальное общество, вы знаете, что такое? Вот скажите, что такое общество? Ну вот, скажем, я вот не преподаватель у вас, а я вот гражданин, а вы в университете учитесь в Санкт-Петербургском, который готовит президентов и премьеров. Вы можете сказать, что такое общество? Общество, что такое? Так, а вы можете сказать, что такое общество? Так, людей. И мы возвращаемся к вопросу о том, поняли, да? Что если мы не определим человека, мы не можем сказать, что такое общество? Как человека определить? Человек — это не существо, чье мышление определяется природными биологическими и социальными потребностями. Существо, чье мышление определяется биологическими и социальными потребностями. Ну, насчет социального, конечно, если мы не знаем, что такое общество, то, наверное, вряд ли мы можем определять человека вот так. Социальные потребности знаем, а еще не знаем, что такое человек. Можно так определить человека через общество? Да, 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 совершенно верно, это тоже так, поэтому. То есть это не простой вопрос, на самом деле. То есть человек, с одной стороны, вроде бы через общество должен определяться, с другой стороны, общество не может определяться без людей. То есть это взаимосвязанные понятия. Ну вот есть такое определение человека, есть еще другое понятие, вот у Гегеля, например, понятие определенности. Определенность — это то, что отличает одно от другого. Например, отличить можно людей и выделить из всех животных очень просто. Человек — это животное, у которого есть мочка на ушах. Как показывали исследования, нет больше таких животных, у кого на ушах есть мочки. Но можем ли мы это рассматривать как определение? Определение такое качество, которое сохраняется в изменениях и проявляется во вне. А, скажем, если точное определение, у Гегеля — это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностное находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. То есть оно сохраняется и проявляется в изменениях. Если оно не сохраняется у человека в изменениях, то это не его определение. А если оно не проявляется вовне, то его и нет этого определения. Обязательно. Так вот, а если это я говорил об определенности человека. Да, определенность — это человек, человек — это животное, у которого есть мочка на ушах. А вот определение человека, Гегель считает так, человек — это мыслящий разум. Вот вы считаете, Гегелевское определение, повторили, но с добавлением этой социальной составляющей. А Гегель просто ограничивается мыслящий разум, и все. И если он не мыслящий, в том числе он воспитывался в стае волков, то он человеком не становится. Хотя он там по своей конституции такой биологической вполне человек. Да? Не человек. То есть он допускал, что Господь тоже может быть человеком? Да, он допускал. Он хитрый, этот Гегель. Он там так пишет, что из того, что он пишет, ясно, что он не сильно это допускал. Например, он разбирает определение Бога. «Бог есть совокупность всех реальностей». Ну такое понятное, что Георгий всех хвалит, славит, он Бог всех реальностей. Потом он показывает, что всякая реальность есть какое-нибудь отрицание. Всякая реальность. Тогда получается, что Бог есть совокупность всех отрицаний. Он на этом останавливается и дальше никакого вывода не делает. А что такое совокупность всех отрицаний? Кто есть совокупность всех отрицаний? Ну, дьявол, правильно? Воплощение зла, совокупность всех отрицаний. Ну, вот Гегель там восстанавливается и говорит, дальше вы думаете сами. Это он по поводу критики вот такого определения Бога как совокупности всех реальностей. А Энгельс даже говорил, что он в брак религии этот Гегель, потому что он все вот обычные такие непродуманные формулировки, он их всех раскритиковал, и вот если остается, то только вот абсолютная идея, а вот никакой Бог уже не получается на самом деле. Абсолютная идея, да, вот тут она главная в системе объективного идеализма Гегеля. Вот есть идея, она воплощается в материи, потом она воплощается в человеке, человек познает эту материю и тем самым абсолютная идея приходит сама к себе. Вот его система идеализма. Так, ну вот, если брать Энгельс взгляд уже развитый, не такой какой здесь есть, а к этому подход. То взгляд такой, что человек есть, а животное, животное во-первых, но животное коллективистская раса, а мы знаем еще и другие коллективистские животные, как муравьи или пчелы, да, коллективистская раса, во-вторых, трудящиеся, говорящие и разумные. А вот здесь вот у Маркса с Энгельсом подчеркивается обстоятельство, что язык возникает лишь из потребностей, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Где эта потребность особенно настоятельная? При производстве материальных благ. При производстве материальных благ, ну, скажем, воспитание, воспитание детенышей, оно и у других животных присутствует, правильно? Учатся летать птицы. Ну, не сильно учит, ну, ты из этого, не знаю, покажешь, что ты полетишь или ты разобьешься. Вот. Имеет место. Но вот так, чтобы чтобы производство не требовало общения, такого не может быть. Поэтому производство материальных благ нуждается в постоянном общении, из этого общения вытекает язык, потребность в языке. А дальше уже, воспитание уже при производстве людей, когда воспитывают детей, то их уже воспитывают таким образом, чтобы они понимали человеческий язык. Понимая человеческий язык, они приобщаются к всеобщему у человека, вот к этому обществу. А общество, вот теперь я могу вам дать и определение общества. Если человек это животное коллективистское, говорящее, трудящиеся, говорящие, разумное, коллективистское, трудящиеся, говорящие, разумное, то общество – это люди вместе с их отношениями, взятые вместе с их отношениями. Вы же не можете взять отношения без людей, правда? Значит, надо взять людей, но вместе с их отношениями, тогда вы получите общество. Тогда у нас получается и то, и другое. И вот то, что вы сказали про то, что вот если человек прожил, скажем, до пяти лет в стае волков, он не станет человеком. Тут вот написано, можно сказать, это же мысль, другими словами, сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт. Раз общественный продукт, он только в обществе может и это сознание получить. Сознание – это знание, совместное с другими членами общества. Сознание. Индивидуальное знание не дает человеческого знания. И человеческое знание или сознание может получиться только в результате этого общения. И дальше вот эта мысль о значении производства для развития сознания развивается в этом разделе история, что сознание получает свое дальнейшее развитие благодаря росту производительности, росту потребностей. Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда. Ну, можно и по-другому на это посмотреть. Вот, скажем, коммунизм, о котором пойдет речь дальше, рассматривается как форма преодоления разделения труда. Каким образом можно преодолеть разделение труда? Технологическое – никак. Как можно один труд преодолеть, так сказать, различие одного труда от вида другого? Никак. А вот люди могут не быть рабами, которые прикованы к этому труду, только благодаря тому, что увеличивается свободное время. Если свободное время будет занимать большую долю и будет занимать, так сказать, большее время, чем рабочее время, то кто вы есть для общества или в обществе, будет зависеть не от того, чем вы занимаетесь в рабочее время, а от того, чем вы занимаетесь в свободное время. Правильно? Если человек слесарной работой занимается три часа в день, а пять часов в день играет на скрипке, он кто? Слесарь или скрипач? То есть преодоление разделения труда между людьми связано, поэтому, с гигантским развитием производства, до которого нам еще далеко. У нас мы далеки еще от того, чтобы иметь рабочий день, вот такой, который может преодоление разделения труда между людьми обеспечить. Его быстро никак, никакой революции политической, никакими, так сказать, действиями такого рода в раз не обеспечишь. Со временем – да. Вот это преодоление разделения труда между людьми. А есть еще одна форма, которая в других местах Маркс высказывается, что есть профессиональный идиотизм. Что такое профессиональный идиотизм? Вот в своей профессии, которой человек занимается, он прекрасно разбирается, в том, что современно, то, что прогрессивно, то, что реакционно, то, что правильно, то, что истинно, то, что неправильно, неистинно и так далее. Но в силу разделения труда он занимается вот только вот этим. А в остальном он читает, скажем, то, что читает, вот так как газета читает, журналы общеупотребительные и то, что слушает по радио, по телевидению. Получается шаг в сторону, и он у него такие… Он в своей-то области, он не надеется ни на радио, ни на телевидение, ни на эту вот общеупотребительную жвачку, которую все это пережевывают в обществе. Он знает, как передний край своей науки. Правильно? Что получается? Он передний край своей науки знает, а он вынужден в силу того, что вот его область занимает все его время. Он вынужден довольствоваться тем, что распространено, что он услышал. Получается, вот если ему ставить плюс в этой области, у всех остальных минус. Шаг в сторону, и у него идиотские представления и взгляды. В этом смысле профессиональный идиотизм. То есть он сам по себе не идиот. Наоборот, он в своей области очень высоко развитый и прогрессивный. Но если он вот не имеет знаний в других областях, хотя бы смежных, он вот выступает в роли такого профессионального идиота. И это сплошь и рядом бывает. Иногда хотят узнать мнение людей, которые ни в чем не разбираются из другой области по тому вопросу, который не является отраслей вопросом из их области деятельности. И они тут ничего толкового сказать не могут. Но с ними считается, потому что они просто известны или популярны. Или как их подключают на выборы. Подключают людей к выборной кампании. Сейчас будут подключать. Которые ничего в этой политике не понимают и не разбираются, но они там или поют, или танцуют хорошо. И исходя из этого, они могут привлечь избирателей. Вот их роль в этом смысле. Вот дальше эта же мысль развивается о влиянии материального производства. Если даже эти теории, теологии, философии, морали и так далее вступают в противоречие с существующими отношениями, то это может происходить лишь благодаря тому, что существующие общественные отношения вступили в противоречие с существующей производительной силой. Три указанных момента. Производительная сила, общественное состояние и сознание могут и должны вступить в противоречие друг с другом. То есть, производительная сила, общественное состояние и сознание. Ибо разделение труда делает возможным, более того, действительным, что духовная и материальная деятельность, наслаждение и труд, производство и потребление выпадают на долю различных индивидов. Добиться того, чтобы они не вступали друг с другом в противоречие, возможно только путем устранения разделения труда. Вот о чем мы с вами говорили. Устранить техническое разделение труда невозможно. Но вот устранить разделение труда таким образом, чтобы человек не был профессиональным идиотом, то есть, чтобы он не занимался только этой областью, и чтобы у него было время для того, чтобы знакомиться с новинками, передовой мыслью и других областях, вот это совершенно необходимо. Ну и у нас есть примеры. Вот космонавт, он какой работник, производительный или непроизводительный? Если отнести его по назначению, он что делает? Он управляет движением космического корабля. Раз он управляет движением космического корабля, между ним и кораблем ничего другого нет, он непосредственно берет рычаги и меняет траекторию, при необходимости причали в ручном режиме. Он действует как рабочий. Но у нас все космонавты, они же исследователи, правда? Все они действуют как ученые. Безусловно, как специалисты в этой области. Но кроме того, они, в общем-то, специалисты в области, так сказать, духовной, потому что для того, то есть это люди, которые там разбираются в вопросах психологии, потому что если вы будете там находиться на орбите год, то, в общем, надо иметь соответствующие качества для того, чтобы этого пыткой не было нахождение совместное в замкнутом пространстве с теми людьми, с которыми, как говорится, он бы и не здоровался в другое время. То есть такие существуют у нас в области. Или, скажем, существуют такие конструкторы, которые сами же не только идут и просят там вытащить что-нибудь, а тут же подходит к станку и тут же и вытачивает ту деталь, которую он хочет проверить. Будет она работать? А идея? Получается эта идея воплощения? Или не получается? Или ему показалось, что получится, а он сейчас сделает, попробует? Нет, не получается. Или если не получается, то потому что он неправильно придумал, или потому что плохо сделал. То есть есть вот такие рабочие, которые являются рационализаторами, и они помогают конструкторам довести дело до ума. А есть такие конструкторы, которые выполняют такую вот миссию, сами выполняя функции рабочих. То есть такие вот элементы преодоления, разделения труда между людьми идут, но в качестве цели вот никто, кроме, скажем, Маркса и Энгельса, такой цели и не ставил. И последователи. Вот цель – преодолеть разделение труда между людьми, а не оставить навечно. Что как, хотя такое закрепление было за видами труда или деятельностью в Индии, как за кастами, у нас вроде формально такого закрепления нет, но по существу оно продолжается. Вместе с разделением труда, содержащим все эти противоречия, и покоящимся, в свою очередь, на естественно возникшем разделении труда в семье, на естественном разделении труда в семье, и на распадении общества на отдельные противостоящие друг друга семьи, вместе с этим разделением труда дано и распределение, являющееся при том, как количественно, так и качественно, неравным распределением труда его продуктов. Следовательно, дана и собственность. Зародыш и первоначальная форма, которая имеется уже в семье, где жена и дети, рабы и мужчины. Рабство в семье, правда, еще очень примитивное и скрытое, есть первая собственность, которая, впрочем, уже в этой форме вполне соответствует определению современных экономистов, согласно которому собственность есть распоряжение чужой рабочей силы. Я хочу вам процитировать значительно более позднее произведение. Это произведение Ленина «Великий почин», где он говорит, что наша революция не оставила камня на камне от всех законов, которые делают неравным женщину с мужчиной. И когда она расчистила эту площадку, освободила от этого формального юридического правового неравенства, тогда сразу и вскрылось, что женщина предлагает оставаться домашней рабыней, что ее отупляют, забивают, принижают работой из нервящей, отупляющей и понижающей. Она прикована к детской кухне. И это, так сказать, вот это, для этого, говорит, мы очень мало сделали, и очень долго придется от этого избавляться. Вот от этого. Что является неравенством социальным, а неравенством чисто правовым. Вот это очень важно. Понимать, что это вот не вещи, которые, так сказать, очевидны, а вещи, которые, на самом деле, более глубокие. И если мы даже посмотрим, как вот в Советском Союзе, который во многом отношении кажется образцом, в смысле того, что вот разница такого большее было, чем сейчас, вот мы обнаруживаем, например, что в материальном производстве, в СССР, женщины имели 50%. А в партии, которая была правящей силой, 11%. 11% всего. Тем более на руководящих постах. Я думаю, чтобы такого пьянства не было бы, если бы, скажем, другое было бы соотношение. Или, скажем, количество столовых, там, и детских ясель. И сейчас по-прежнему вот боролись, боролись, и хватает и детских ясель, и детских садов, потому что кто-то не хочет этим заниматься, а кто не хочет заниматься? Ну, те, кто этого не понимает. Потому что это ударит, прежде всего, по женщине, потому что женщина останется, и она будет сидеть с этим ребенком. У меня тут есть вот такой близкий опыт. У меня сын переписку вел очень длительную. Он юристом работает в хорошей компании, и юридический факультет закончил наш. Ну, вот он годовую переписку вел, чтобы заранее, заранее, за полтора года до того, как наступит время, когда его дочь, то есть моя внучка, поступит в детский сад, чтобы место в детском саду не вычеркнули, не передали другому. А я вот в свое время, это уже в советское время, в городе Тихвине, на Тихвинских производствах объединения Кировский завод, разговаривал с молодыми работницами этих производств, в литейном цеху, которые говорят, что они еще замуж не вышли, а в очередь уже встали. Детский сад. Потому что эта очередь столько идет лет, что когда она пройдет, уже и детский сад не нужен будет, и детский сад, и ясили. Так что эта проблема та же самая остается. Или, скажем, вроде бы у нас всяких там пунктов питания много, а вот такого здорового питания, чтобы у вас не отравились люди, или не заболели бы от этого питания, у нас совсем немного в этом смысле. Ну вот мы знаем, что у нас это было достигнуто в санаториях, так, прекрасно там люди питаются, питаются и хорошо, и вариантов много было в санаториях, в домах отдыха. Ну а общий пит, конечно, нынешний чреват тем, что вы получить можете некоторые отрицательные результаты. Тем более, как нам рассказывает Дмитрий Анатольевич постоянно, не надо кошмарить бизнес. Вот возьмут, зачем вы проверяете? Ну подумаешь, промыли в хлорке курицу, она стала беленькая. Потом ее промыли водой и завернули в приземный мешок, и продали. Ничего такого страшного. Не надо кошмарить бизнес, так как кошмарят-то людей тем самым. Я это наблюдал просто про этих куриц по телевидению, прямо показывали, контрольный был такой заход туда, в гастроном. Что там делается, из чего изготавливается, как делается. Или, скажем, вот не последнее, что мы наблюдаем. Кто-то придумал новый ГОСТ для производства хлеба, в котором можно закладывать фуражное зерно. Сейчас некоторый скандальщик такой, не очень шумный. Фуражное зерно, то есть, если раньше этим кормили зерном, скот, то теперь это можно добавлять. Ну тут, значит, возмутились крупные производители, сказали, а мы хоть и знаем, что есть такой ГОСТ, но мы туда пока не кладем. Ну пока вы не кладете. А потом, как вы остановите тех людей, которые хотят понизиться от издержки, получить большую прибыль? Какая цель производства сейчас? Прибыль. Ну если надо, может, туда положить. Почему кладут вместо там подсолнечного масла и вместо молока и молочных продуктов самые разные продукты, пальмовое масло, масло ши, кокосовое масло и так далее? Потому что оно в пять раз дешевле. Но если цель моего предприятия получить прибыль, то как-то странно, ну чтобы я положил туда молочные продукты или какао-масло оставил, а не заменил это какао-масло на масло кокосовое, которое плавится при температуре 39 градусов, которое, ну оно как бы не вредный химический продукт, а просто оно не всем, так сказать, приемлемо для желудка. По той простой причине, что если я 39, у меня сейчас я больной, оно расплавится, а если нет, то оно и будет вредить вашему организму. Но это даже неостановимо получается. Вы сейчас можете для интереса почитать и увидеть, что да, так. Как можно это оторвать, скажем, от воспитания детей, развития детей, чтобы у них не было таких болезней при таком питании. Ну никак вы это не отделите. И так далее, и так далее. Вот. То есть вот какая к вам просьба будет в заключении сегодняшнего занятия? Значит, вот мы продолжаем уже, мы с вами изучаем не тезисы, а фейербахи, мы изучаем собственно эти. Значит, критерий у нас один. Мы никаких понятий, которые мы не знаем, не пропускаем, но если они используются. Но если вы что-то не знаете, вы спросили меня здесь на занятиях, и я вам на это отвечу. Я думаю, что отвечу. Вот. Потому что в некоторых случаях это же не систематический труд, который был бы посвящен, как учебник там раскладывать по полочкам. Это сами себе люди уясняли. Тут даже вот фотография есть, как они, как передущие критики, мышей предоставили, и мышей отгрызли кусок этой рукавицы. Вот. Поэтому это первое. Второе. Опять-таки, мы должны различать общее рассуждение там, или критику, которая сейчас не имеет особенной ценности. Ну уже нет тех людей, или нет тех идей. А если есть другие люди, и эти же идеи, они проводят или отстаивают, то тогда давайте, значит, их тоже будем рассматривать. Поэтому желательно, ну, зачем нам это обсуждение и рассмотрение? Для того, чтобы обогатиться, правильно? А обогатиться имеет вот вся на конце. То есть, обогатиться не просто, что мы читаем, а мы еще думаем. Думаем, взвешиваем, обсуждаем. Вот. Хотелось бы, чтобы вы вступления к своей соображению по этому поводу или предположения выдвигали. Что касается там корректив и поправок, ну, у нас рабочие здесь, эти все занятия, правильно? Форма этих занятий, она, она и семинар, и в какой-то мере, если вы не будете говорить, будет в какой-то мере лекция. Если вы будете говорить, значит, это будет обсуждение. Значит, мы должны обсуждать. В любом случае, мы так или иначе будем двигаться вперед, но вот я бы надеялся все-таки на то, что вы больше, выступали и обращаясь поэтому с нижайшей просьбой к уважаемым нашим слушателям. Только тогда, когда вы выступаете, вы развиваете себя. А когда вы слушаете, это потребление. Производство знаний, человек, который готовится к производству знаний, должен себя в эту позицию постараться поставить. Нам условия позволяют университетские это делать. Не то, что вот вам сказали, запишите и сдайте. Нет. Вам есть возможность себя, выразить свою позицию, поспорить, пообсуждать, подоказывать. Это надо пользоваться. А где вы собираетесь это делать? Где вы на кого найдете, кто будет вас слушать? Никто не будет слушать. Ты не остановишь, не соберешь, чтобы сидели и слушали. Вот мы здесь, вот здесь собраны волей университета нашего государства. Давайте будем этим пользоваться. Есть ко мне вопросы? Нет. Понятно. Значит, вот двигаемся дальше. Мы остановились сейчас на вопросе об истории, а за ней тут много всяких вопросов. Даже и коммунизм тут пойдет. Что такое коммунизм? Тоже надо разобраться с этим моментом. Что это такое? Давайте будем разбирать. Спасибо за внимание. Пожалуйста, зафиксируйте факт своего присутствия.